В Черкесске состоялся отчетно-выборный съезд общественного движения ДГХС. Черкесский парламент по защите прав и интересов черкесского народа, на котором подвели итоги работы за три года и выбрали руководителя общественного движения на следующий срок. Фатима Даурова подробнее. 16-й съезд делегатов ДГХС открыло выступление министра по делам национальности массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Альберта Кумукова, который обратился к участникам с приветственным адресом от главы республики Рашида Тимрезова. Вы вносите значительную вклад в сохранение мира и согласия на нашей земле. А вопрос гармонизации межнациональных отношений сегодня является основой реализации государственной национальной политики Российской Федерации. Так, работа, которая ведется по линии общественного движения ДГХС, крайне важна для укрепления межнационального диалога и сохранения адыгского отношения, с обычаев и культурой. В ходе съезда был заслушан доклад руководства ДГХС о проделанной за три года работе в деле укрепления межнационального диалога по сохранению адыгского этноса, обычаев и культурой, популяризации черкесского языка. Вопрос сохранения родных языков в свете современности остается самым тревожным и требующим особого внимания со стороны общественных организаций, посчитали участники съезда. Многие говорят, что убрали количество часов в школах по изучению родного языка. Конечно, ни одна нация, ни один народ с этим просто спокойно не может согласиться. Поэтому по-любому мы будем содействовать, особенно в карачаевской федерации, чтобы изыскали какие-то языки, как часы, не языки, а извиняюсь за выражение, часы по изучению родных языков. Понимаете, языка нету, национальности тоже не будет. Основа любой национальности – это язык и культура. Члены Адыгахаса и руководители Адыгахаса делают все возможное, чтобы наш народ наравне с другими народами консолидировался вокруг руководства для того, чтобы преодолеть эти тяжёлые для нашей страны время. Перед делегатами 16-го по счёту отчётно-выборного съезда стояла основная задача – определить на три ближайших года председателя общественного движения Адыгахаса «Черкесский парламент». Выслушав выступления всех докладчиков и оценив проделанную работу руководства за истекший срок, мнением большинства вновь избранных членов Совета организации, Али Асланов был вновь переизбран на пост председателя Адыгахаса. Новоявленный руководитель подчеркнул, что, как и прежде, движение будет работать согласно уставу, сохранив прежние приоритеты. Одним из важных направлений останется масштабная работа по патриотическому воспитанию молодёжи. Фатима Даурова, Зарема Карданова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.